Я, конечно, хочу задать вопрос, как стать миллионером? Загубила карьеру собственному артисту Первому мая я обещаю закончить свою рукопись и подготовить обложку книги со сделанной фотосессией О май гад! Вот, класс, это самое главное, понимаешь, что у тебя нет образования Как найти свое место в жизни? Она может упасть с бревна, таскаться с дохлым енотом три дня, а потом оказалось, что это все было просто зря Несколько дней назад ко мне пришла идея снять тизер канала Но тут нужно быть очень осторожным Можно не стать тем человеком, которым вы могли бы стать Привет, друзья! У нас сегодня воскресенье Воскресенье, что это означает? Не только то, что сегодня хорошее настроение, а то, что теперь по воскресеньям будет выходить зажигалка Главный влог на моем канале Почему воскресенье? Потому что мы решили, что, наверное, у тебя больше времени, больше возможности полежать классно в постели И прямо не вылазив, посмотреть выпуск до конца, выпив вкусный кофе И, конечно же, зарядившись, замотивировавшись на действия Тем более, что всегда можно и нужно это делать после моих влогов Итак, сегодня у нас классный выпуск Потому что сегодня мы будем говорить о тех самых замечательных, прекрасных людях Которые помогают становиться великими другим людям Как вы помните, короля делает свита Ну и, собственно, это абсолютная правда Поэтому сегодня мы познакомимся с Маршалом Голдсмитом Это бизнес-тренер номер один Который консультирует богатейших людей мира И помогает им стать еще богаче Ну и вообще еще круче А также мы познакомимся с Катей Приминой Катя занимается пиаром Пиаром очень крутых людей И сегодня Катя главный пиар-менеджер Регины Тодоренко Ты наверняка о ней знаешь В общем, смотреть выпуск до конца Не забывай подписываться, ставить лайки И вообще проявляться Потому что жизнь прекрасна, потому что весна И потому что это зажигалка Маршал, скажите, пожалуйста Как найти свое место в жизни Сегодня очень много людей Озадачены почему-то этим вопросом Они не могут понять, что им делать в этой жизни Как найти себя Очень важно избрать свой путь И понимать, что возможно Это не будет ваш путь на всю жизнь Но если вы выберете путь, который вас куда-то ведет Очень многие люди даже не начинают двигаться Они все ждут, когда появится идеальный путь И тогда они вообще никуда не попадут Поэтому я ставлю перед людьми задачу Пусть ты будешь самым худшим специалистом Но научись хотя бы чему-то И если ты хочешь пойти каким-то другим путем Это нормально Отличный совет Очень многие люди сегодня думают о деньгах Вы знаете очень много богатых людей Консультировали, общались с владельцами крупных компаний Я конечно хочу задать вопрос Как стать миллионером Я бы выбрал какую-то область То, что вам очень нравится делать И то, что имеет ценность на рынке Потому что если вы занимаетесь тем, что вам нравится Но это не имеет ценности на рынке Какой смысл тогда? То есть в любом случае надо задавать вопрос Можно ли продать то, что я делаю? В моей, например, сфере Очень многие коучи не зарабатывают денег А я зарабатываю кучу денег Но я специализируюсь на том, чтобы обучать руководителей Очень высокого уровня И это тоже вопрос маркетинга И ничего страшного, если вы будете что-то делать как волонтер Я очень много чего делаю бесплатно Но, конечно, мне и платят тоже за мою работу Но каждый человек должен для себя принять решение Какое значение имеют для него деньги Для некоторых это очень важно А для некоторых это не так важно Но кроме вас на этот вопрос никто не ответит Этот вопрос должен идти от сердца Но главное, не пытайтесь оправдаться за то, во что вы верите Ничего страшного в том, что вы, например, хотите зарабатывать деньги Зарабатывайте Но если вам кажется, что деньги не имеют такой большой ценности Это тоже нормально Просто невозможно, чтобы было и то, и другое Невозможно одновременно стремиться к деньгам И наоборот избегать их Поэтому просто примите тот путь, которым вы идете Так, самый популярный вопрос в моем инстаграме Оля, когда будет книга Если вы читаете мой инстаграм То, наверное, видели по хэштегу Ермилова моя история Я опубликовала уже достаточно большую часть своей истории В которой, в общем-то, и рассказываю Как заработала деньги Где взяла И так далее, и так далее И я заикнулась в инстаграме о том Что, наверное, из этого получится хорошая книга В общем, заикнулась я об этом уже достаточно давно И книги все как бы нет Эх, поэтому, наверное, была не была Что нужно сделать блогеру для того, чтобы сдержать слово? Не знаю Но знаю, что нужно сделать, чтобы сдержать слово Ермиловой Наверное, дать его и превселюдно пообещать здесь, прямо во влоге В общем, друзья, у меня сегодня 25 марта Сегодня Давайте так К первому мая я обещаю закончить свою рукопись И подготовить обложку книги со сделанной фотосессией О май гад К первому мая я обещаю это сделать И я очень надеюсь, что все это произойдет Потому что иначе Давайте без иначе Давайте просто Если Ермилова сказала, значит Ермилова сделала Потому что нет ничего ценнее ее слова К первому мая я демонстрирую вам рукопись книги И обложку И затем сдаю это все уже в производство И, наверное, поставлю следующую дату, когда мы это увидим Потому что я хочу, чтобы вы могли прочитать мою историю Чтобы вы знали, что есть такие люди Которые могут сделать себя сами И если они есть, значит они есть не только по эту сторону экрана Но и по ту тоже Пусть это будет для вас мощнейшей мотивацией Поэтому первого мая я показываю вам рукопись и обложку Запомните это, пожалуйста Так, друзья, сегодня мы отправляемся на встречу На знакомство с человеком, с которым я давно хотела познакомиться Ее зовут Катя И она пиар-менеджер Что вы знаете о пиар-менеджерах? Я знаю то, что первое Пиарщиком очень многие хотят стать И я, кстати, тоже когда-то хотела Когда заканчивала школу и думала о том, чем мне заняться Пиар это очень притягательно И второе, я знаю, что я в своей жизни Встречала очень мало действительно профессиональных людей Поэтому сегодня мы познакомимся с Катей Катя, пиар-менеджер Регины Тодоренко Которая известна всем широко по проекту Орел и Решка И сегодня я хочу, чтобы она рассказала и дала советы Возможно кому-то из вас Каким образом стать пиар-менеджером Кто такой хороший пиар-менеджер В общем, я думаю, что будет интересно И мы сейчас прямо отправляемся в кондитерскую карамель Где уже нас должна ждать Катя Это очень вкусная кондитерская Кстати, тоже мои подруги Если будете в Киеве, на воздвижнку Обязательно заходите Тут нереально вкусно Я думаю, есть или не есть пирожное Есть или не есть пирожное Есть или не есть пирожное Так, ну, во-первых, я очень рада с тобой наконец-то познакомиться вживую Потому что в Фейсбуке я наблюдаю за тобой долго Это я добавлялась в друзья, кстати Да, это что? Ты видишь как? Я всегда очень люблю живых, позитивных людей И это была одной из главных причин Почему мне захотелось бы спросить Мне хочется спросить, почему они не пришли Вот, видишь, я о том же На самом деле, профессия твоя Три пиар-менеджер Это знаешь, такая профессия Я помню, когда я думала над тем, кем я хочу быть Это было такое одно из профессий, которые рассматриваешь В первых чертах непонятно было В 2000 году, я помню, когда я закончила школу И пиарщик, типа, это что-то непонятно, но что-то очень крутое Мне кажется, тебе тогда еще такого слова не слова А я вот рассматривала в этом банке поступлений Там, пиар Вот, и потом второе у меня было знакомство Это когда я на работе пыталась, ну, как бы понимала Что, наверное, было бы неплохо, чтобы у меня был такой человек Когда я немножко разобралась, что он должен делать Но когда я пыталась нанять на работу такого человека Я видела девочек, которые приходили, и они вообще не понимали сами Ну, то есть, они хуже меня понимали Что это за человек Они говорили, ну, там, я учился, я получил диплом Потому что это одно из модных таких направлений для институтов Для привлечения аудитории Но каждый раз, когда сталкивалась Вот, я понимала, что полные неучи, бездари И кто такие настоящие пиарщики, я не знаю Решила, поскольку мы перейдем, конечно, обязательно к твоим артистам Но сейчас я тебе Как ты стала пиарщиком? Кто это? Почему это вообще случилось в твоей жизни? Я вообще не называю себя пиарщиком То есть я могу где-то в фейсбуке написать, что я как пиарщик Ну, потому что такая идентификация у меня Но у меня нет образования пиарщицкого Я по образованию режиссер телевидения Вот, класс, это самое главное Понимаешь, что у тебя нет образования Это очень хорошо Что еще раз доказывает, что не нужно образование Специализированное в деятельности Насколько вот из тех, у кого я знаю, хороших пиарщиков Я не знаю, у кого есть образование, пиар-менеджер Как ты стала пиарщиком? Сколько лет это с тобой произошло? Случайно Наверное, 7 лет назад, когда я переехала в Киев Ты из Донецка, да? Из Мариуполя Из Мариуполя Да У меня есть очень мой хороший друг Он продюсер музыкальных проектов И на тот момент он работал с одним музыкальным проектом Достаточно успешным Который в один момент взорвал просто сеть Я была влюблена в этот проект Я хотела работать, не знаю, кем Наверное, носить за ними там пакет с одеждой, что-нибудь Но я очень хотела И он в один момент мне позвонил Сказал Слушай, ну что ты сидишь там у себя в Мариуполе? Здесь тебя столько работы ждет Давай приезжай А когда надо быть? Он такой Ну, через неделю Ну, я через неделю приехала Так и подзадержалась Пришла работать к нему в музыкальный лейбл И ничего не знала Вообще ничего не понимала Но поскольку я же, во-первых, режиссер Я умею писать У меня всегда была какая-то тяга Мне кажется, что я умею То есть это твастильный наук? Да, наверное, это мое Я умею, наверное, получать то, что мне хочется Вот Тогда мы с ним делали какие-то сумасшедшие вещи Вплоть до того, что писали директору Леди Гаги И когда пришел от него ответ Он написал О, guys, you're amazing Мы такие Ого, как такое? Это действительно он Да Мы поняли, что, наверное, все возможно Какой самый ценный совет вы получили в жизни и от кого? What is the most valuable advice you got from someone And who the someone was? I would say I'll give you two One was for my old mentor, доктор Пол Херси У меня было таких два совета Один совет мне дал мой бывший наставник Пол Херси He got me started in my career Именно благодаря ему я начал свою карьеру В какой-то момент у него было два заказа одновременно И он меня попросил Не пойдешь ли ты за меня? Я сказала Я не знаю, справлюсь ли я И он мне сказал Я тебе заплачу тысячу долларов за один день Это было 40 лет назад И в тот момент я зарабатывал 15 тысяч долларов в год И я сказал Все, пойдем И у меня все получилось И именно так я начала этим заниматься Три года спустя он мне позвонил И сказал У тебя есть ощущение, что ты как белка в колесе? С одной стороны, ты очень успешен Ты зарабатываешь кучу денег Но ты никогда не станешь таким человеком, каким ты хочешь стать Потому что ты не инвестируешь деньги в свое будущее Ты просто подаешь каждый день свою работу И он был абсолютно прав И он был абсолютно прав Если бы мне пришлось снова прожить свою жизнь Я бы вот это десятилетие здорово бы изменил Очень все легко, если тебе удобно Достаточно зарабатывать какие-то деньги Но при этом не инвестировать в долгосрочное будущее Ну вот что-нибудь, например, может быть вы подумаете Что вам будет нужна программа на телевидении И вы думаете, что вы уже все достаточно Мне и так хорошо Но тут нужно быть очень осторожным Можно не стать тем человеком, которым вы могли бы стать Спасибо Мне бы хотелось подумать Так, привет, друзья У нас сегодня отличный день Воскресенье В Украине перевели часы Это означает, что мы встали сегодня очень рано И нас сегодня много Потому что несколько дней назад Ко мне пришла идея снять тизер канала И чтобы о канале говорила не я Те, кто его смотрит И поэтому сегодня здесь есть несколько самых ответственных Классных людей Которые смотрят канал Которые приехали для того, чтобы сказать Несколько важных слов Вот Ребят, помашите ручкой У-ху-ху Вот они Это мои герои Герои Все, мощный процесс идет Вкусные Все могут измениться после канала Реально все Есть люди, у которых нет башни Вот у нее нет башни Она съехала, уехала И она живет без нее Это зажигалка в чистом виде Мне хочется вставать работать Женщина-огонь Это женщина-голова пояс Канал, он естественный Канал, он не пластмассовый Он вкусный Канал это то, что по сути надо кушать каждый день Надо воспринимать, анализировать Гипноз может быть Если вы решили и у вас внутри желание делать И прямо сейчас что-то менять Это канал для вас Десяти минут хватает для того, чтобы просто загореться Канал для людей, которые хотят быть успешными Я могу находить ответы на разные вопросы Она умная, она женственная И при этом в бизнесе, это прикольно Это как индикатор того, что я переживаю внутри Хотелось бы, конечно, чтобы этот канал смотрели все Конечно, золотая кнопка должна быть у канала Все, что она говорит, это то, чем она живет И по сути тем, чем живут настоящие предприниматели Я, допустим, из богатой семьи, да И у меня я достигаю всего сама Как только я о ней услышала, я начала сразу ее смотреть Я помню дни, когда для меня это было спасением Я помню дни, когда я занималась в тренажерном зале У меня были кризисы И этот канал меня поднимал, заставлял двигаться дальше Помогал мне сдаваться И сразу хочется что-то делать Что-то, какие-то проекты, что-то реализовывать Что-то вот поменять Я рассказываю про Олин канал почти всем своим друзьям И людям, которые даже сейчас посмотрят это видео Я советую прям подписаться и поставить звоночек Потому что в вашей жизни может быть только здесь и сейчас Когда ты принимаешь ощущение поменять Когда ты принимаешь ощущение не быть таким, как всех Мы поговорим с тобой об артисте, который сейчас уже достаточно ненит И, скажем так, уже где-то сам открывает двери Ну, в плане того, что ты называешь его имя, это легко А вот когда такого нету артиста еще Вот ты говоришь, я пиар-директор Вот Маруси Пупкина, она очень классная, певец Вот как это? За несколько лет я пришла к тому, что самое важное Это контент, который ты предлагаешь изданию Важно попасть именно с тем, что журналу нужно Не говорить, вы знаете, у меня у Маруси вышел клип, он такой классный Она там такая кошечка или еще что-то, вы должны о нем написать Неинтересно Начинающие артисты чаще всего неинтересны в издании Но можно найти что-то, чем их можно заинтересовать Например, вы знаете, у меня там Маруся не только классно поет Но она еще и вышивает крестиком в темноте при лунном свете И ее работы висят в Париже, в Лувре где-нибудь И это может зацепить Слушай, а что ты сочиняла? Наверняка же пиар это всегда какое-то добавление чего-то То есть где-то преувеличение Были какие-то забавные у тебя такие вещи, когда бы ты приукрашивала вот пролунный свет И еще что-то, чтобы кому-то заинтересовать Нет, кажется, нет Как-то не случалось придумывать Просто у нас постоянно происходит Моим артистам сейчас постоянно происходит какой-то трэш И здесь даже выдумывать не надо Оно происходит вдруг внезапно само И раньше как-то, не знаю, не было Бывает, что немножко ты выпускаешь релиз, в котором Было такое На съемках певицы Анны Павловой Взрывались лампы, дрожал пол и так далее Это все было, но лампы взрывались не в количестве 35 штук, как написано в релизе А трех А, писали, разломало стол То, что у нас была не какая-то оргия в кадре происходила на самом деле Но стол не разломался, он просто треснул Он начал трещать немножко и все перепугались Типа, что происходит, потому что 12 человек на нем находились То есть да, некоторые факты преувеличат Так, друзья, сегодня я пользуюсь случаем, потому что сегодня у нас съемки и я красивая Вот, и я сегодня хочу рассказать вам о Соне Это моя подписчица, которая сегодня также принимает участие в тизере И кроме этого у нее есть классный сервис, который называется Beauty Makers Я уже несколько раз воспользовалась Соненым таким предложением сделать себя красивой Вот, и я хочу сегодня вам об этом немножко рассказать Вернее, чтобы Соне нам, да, Соня, ты нам расскажешь? Да, конечно Вот, расскажи, пожалуйста, о своем сервисе Beauty Makers Потому что это достаточно, ну, такой нетипичный немного формат Это не салон красоты Это... расскажи, как это работает? Некоторые говорят, что это какой-то гибрид салона красоты и вообще службы такси Потому что тут все настолько просто, как позвонить в такси Но главное отличие это в том, что такси вас не делает красивее А девочки приезжают и делают вам прическу, макияж Также мы собираемся внедрить маникюр и еще какие-то услуги И это все приезжают к вам домой, в офис, в фотостудию А все потому, что самый ценный ресурс для нас сейчас – это наше время Чтобы его не тратить на поездки в салон, чтобы не стоять в пробках по дороге Ехать через полгорода – это все наше время Его можно потратить просто на себя, заказав услуги мастера к себе домой Вот, так что если вы в Киеве находитесь, да, пока же мы только в Киеве Вот, если вы находитесь в Киеве, я вам очень рекомендую Мы оставим обязательно ссылочку под низом пока на инстаграм Потому что вот я, как очень требовательный человек Я на самом деле всегда очень боюсь, кто меня будет украсить Что со мной будет делать, потому что могут и вилку в глаз получить Хорошо, что я и раньше об этом не сказала Мне очень нравится, смотрите, какая красивая Поэтому, девочки, с удовольствием рекомендую, спасибо тебе огромное Спасибо За то, что ты вот так вот помогаешь мне становиться красивой И вам спасибо Так, а как твоя встреча состоялась все-таки с Региной? Потому что Регина – твой главный артист сейчас Вот, как мы с тобой выяснили, ты уже работаешь сейчас только с ней Это уже продолжительное время, да? Три года и три месяца Три года А как произошла эта встреча? Я думаю, все знают Регину Вот, Регина – ведущая, уже экс-ведущая проекта «Орел и решка» Совершенно безбашенная, молодая, энергичная Вот, мне кажется, вы хорошо друг другу подходите Если бы надо было «Виагру», я бы тоже к вам зашла Моя встреча с Региной произошла в рамках пиар-агентства, в котором на тот момент я работала Это агентство «Пиар Бэтрис» Регина была клиентом агентства, ее пиарщиком была не я, был другой человек Вот, и все у них было хорошо и замечательно Пока мы всей командой не уволились из пиар-агентства Решив, что мы настолько крутые, что мы можем создать собственное Ага, вот так Да, мы оттуда уволились И в тот момент, в момент ухода Я начала работать со Светланой Лбадой Регина все еще работала с другим пиарщиком И после того, когда мы прекратили сотрудничество со Светланой Мне казалось, что Света занимается все время всем Ее продюсер Нотелла Ну, еще же нужен пиарщик все-таки Ага, я думала, там все она делает, нет? Юрист? Юрист подсказывает, что еще и юрист Нет, я работала с собой Все равно есть же какие-то вещи, которые делает все-таки продюсер, но должен быть еще и пиар И после того, как мы прекратили работать в нашем агентстве Поскольку Регина стала уже клиентом нашего агентства С нашими девочками Было принято решение, что, наверное, нужно Регину отдать мне Я не очень хотела Она об этом знала Ну, потому что я не знала, что с ней делать Она была для меня непонятная Экс-ведущая Не экс-ведущая Она тогда ведущая Она была ведущей уже год Но я не понимала, интересно ли она в СМИ, кто о ней пишет Потому что какого-то выхлопа, прям супер-пупер Я не видела Ну, я знала, что что-то выходит, но не вникала в дела Бывшая, там, певица Ну, неясно было Да, солистка группы, да, Риало То есть такое все Я ее видела в какой-то розовой безумной шубе Было непонятно, кто этот человек Мы не общались И когда мне пришлось написать Регина, привет С сегодняшнего дня я работаю с тобой Меня зовут так-то-так-то Запиши мой номер Такая Ну, окей Давай попробуем Ну, мы попробовали Где-то дней через пять Она как раз была на съемках Она вернулась Мы встретились У нас был расписан пресс-день Мы в течение дня Я находилась с ней Я увидела, что она оказывается забавная Прикольная На нее очень круто реагирует Журналисты Люди, которые встречают Когда мы зашли в поезд Я ее провожала в Харьков И мы зашли в вагон И такой шепот пронес О, смотрите, смотрите, Регина Она ферно Орел и Решка снимает Я поняла, что, наверное, будет с ней очень круто Через две недели мы выпустили пресс-релиз первый Порвали, мне кажется, весь интернет Я думала, что все, на этом карьера Регина закончилась А что вы там написали? Релиз был Регина Тодоренко и съемочную группу Орел и Решка задержали в Индии По подозрению в терроризме Блин Я помню эту историю, как будто она была вчера Это было дико страшно То есть это было очень круто Потому что там была мега интересная история Мы решили, что все, что будет происходить На съемках программы Мы будем об этом рассказывать Потому что людям интересно узнавать Все-таки то, что остается за кадром Конечно Какие-то моменты, которые именно со съемочной группой происходят Регина, оказывается, умудряется попасть в такие истории Которые не попадает нормальный человек Она может упасть из бревна Таскаться с дохлым енотом Три дня А потом оказалось, что это все было просто зря Ну Отдохлый енот Я не помню Апоссум, наверное, это был Да было в какой-то программе Она его нашла Я не знаю, что это было за страна Не помню Да, мертвый Наверное, Апоссум И она с ним протаскалась три дня Оказывается, что если его куда-то там сдать Можно получить деньги Она была со стабаксами В дорогой стране И она его носила Вытаскалась Она рассказывала, что вонял Он просто безумно О, боже И так хотелось денег Ну, так дорогая страна Надо же как-то выживать Капец И оказалось, в итоге, что Чтобы получить эти деньги Нужно то ли 12 штук их собрать Или еще как-то Убой В общем Да, и такие вещи Это всегда интересно И поэтому она мне позвонила Рассказала, что произошло Я говорю, ну давай же напишем Текст Написали хороший текст Как мне кажется Выпустили его Он очень хорошо зашел Он был везде, мне кажется Но в определенный момент В этот день Я получила письмо От продюсера программы Адресованная Регине Но там была написана Регин Я тебя прошу Удали, пожалуйста Этот текст Ты что, хочешь стать невыездной? Ну все Только начала работать И тут же попадала Загубила карьеру Собственному артисту Маршал, как вы считаете Какие навыки Необходимо сегодня Развивать в себе Для того, чтобы Вот в этой жизни Бешеной, сумасшедшей Быть успешным человеком Во-первых Жизнь не станет Менее сумасшедшей Тот мир, в котором Мы живем сегодня Это на самом деле Очень медленный мир И всю оставшуюся жизнь Мир будет убыстряться Так что представьте себе Что сейчас Это все еще медленно происходит Впереди все будет Только хуже И скорость изменений Будет только расти И надо с этим примириться Это самое главное И я вам скажу Самый важный навык Это непрерывное обучение Это ничего дороже нет Потому что мир меняется Слишком быстро Было ли что-то в вашей жизни Какое-то событие, возможно Которое в корне изменило Ваше отношение к жизни И я вам приведу пример Такое было В профессиональной жизни Я был коучем Такого человека Которого зовут Алла Малаля В тот момент Он возглавлял компанию Боинг А позднее он перешел Работать в Форд Он был признан Директором года в США Он действительно Величайший лидер И он мне дал Потрясающий совет Он сказал Что вся твоя жизнь Это по сути Отбор твоих клиентов Если ты правильно Выберешь клиентов То все будет работать Если ты выберешь Клиентов неправильно То ничего не будет работать И ты думаешь Что твоя работа Доказать какой ты умный На самом деле Ты должен думать О тех великих людях С которыми ты работаешь И вот эта рекомендация Она полностью изменила Моя жизнь А что общего Между вот этими Великими людьми С которыми вы работаете И которым вы Безусловно Сам являетесь Что между вами общего Ну я на самом деле Не похож на большинство Из них Поскольку я все-таки Коуч Я же не директор Я не являюсь лидером Я конечно Я являюсь лидером С точки зрения Философии Но я не руковожу Людьми Я могу сказать Немножко по-другому Сформулировать Что есть нечто Общее У всех людей Которые Совершенствуют Свою жизнь Первое У них есть смелость Посмотреть в зеркало Второе У них достаточно Смирения Чтобы признать Что им есть Что совершенствовать И третье У них достаточно Дисциплины Чтобы проделать Всю ту работу Которая для этого нужна Смелость Смирение И дисциплина Спасибо большое Спасибо 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 Ты получаешь деньги У тебя есть зарплата Или Каким-то образом Связана Нет У меня есть фиксированная Зарплата Я не завишу От каких-то процентов Я просто не понимаю Каких процентов Может Я тоже Интересная Естественно Нет Нет У меня Фиксированная И все Что Для тебя является Самым захватывающим В том Что ты делаешь Потому что понятно Что тебе нравится Твоя профессия Это видно Почему Ну я думаю Что если бы не нравилось Ты бы наверное Тебе не занималась Ты не похожа На тех людей Которые делают То что им не нравится Мне кажется Я стабильно Раз в неделю Увольняюсь И говорю Что все Я не могу больше В этом работать Я уволюсь И я пойду кассиром Буду сидеть в супермаркете И вот это вот С продуктами Такая Пик Пик И все Что с этим связано Что тебе не нравится Что тебя Бывает Бывает тяжело Не так давно У нас было У нас выходила Хорошая обложка В хорошем издании Но мы не могли На процессе утверждения Мы не могли Долго сойтись То есть нам нравились Определенные фотографии Редакции нравились другие Мы не могли найти Компромиссы И вот здесь Начинается сложность Когда Ну как бы Я была готова к тому Чтобы Пусть оно вообще не выходит Что меня настолько достало Как бы Ну давайте искать Ну Съемка сама по себе Оказалась не очень хорошей Когда мы увидели Все фотографии Их было более тысячи Наверное Из них Я насчитала Хороших 10 кадров А было Жечных полтора Ну Здесь было Здесь было сложно То есть откуда-то взяли руки Откуда-то грудь Нет Как-то Все было Как-то не так То есть изначально Была какая-то команда Неправильная съемочная Нет Все было хорошо По организации Все было хорошо Но что произошло В процессе На съемке Меня не было На этой съемке Я обычно стараюсь Присутствовать И я могу Сему хорошему Потом Я могу Лезу в кадр Покажите Если это Видеосъемка Я могу Сейчас меня убьют Наверное Я даже могу Иногда оператору Сказать Что вы можете Немножечко Сдвинуться На 5 миллиметров Здесь Немножко Взять Более крупный план На меня Обычно Смотрит Такой Истерик Уйди девочка Что ты тут Понимаешь Вот это Со своими Кудрями И такой Однажды Место Приседует А вы что Будете мне указывать Вы что В этом Разбираетесь Говорит Да Я просто По образованию Режиссер Телевидения У меня Операторское Искусство Было 4 года Так что Немножко Могу Вот Он сделал Оказалось Действительно Результат Был лучше Я сейчас такая Похвасталась Но бывает Хорошо Что это заморочено Слушай Гораздо хуже Когда стоит Вообще Пиарщик Там ковыряется На своем И вообще Пофиг что С его артистом Это же классно Я не понимаю Как это Пофиг что С его артистом Наверное Наверное Из-за того Что я все Воспринимаю близко Я воспринимаю Все близкое Я начинаю переживать И поэтому Увольняться могу И иногда Мы с ним Можем поругаться По этому вопросу Когда я говорю Ты не должна Этого всего делать Почему ты Обсуждаешь контракт У тебя для этого Есть юрист Почему ты Здесь проводишь Какие-то переговоры У тебя для этого Есть менеджеры Зачем Вот это Вот ты Разговариваешь С этими журналистами У тебя есть пиарщик Все Переадресовала И занимайся творчеством Артист Должен заниматься творчеством Она пытается Заниматься всем Не получается Но это очень сложно Это отнимает Слишком много времени Вы знаете Мне бы хотелось Сделать Какой-то Такой Очень позитивный Конец выпуска Сказать Что это было Замечательно В неделе Но это Ребят Не так Неделя Это было не особо И была не особо Потому что Мы с вами Потеряли детей И потеряли Наверное Потому что Мы стратили Потому что Где-то Как предприниматели Мы не подумали Ни о каких последствиях И в очередной раз Дали кому-то взятку Где-то взяли взятку А где-то Как родители Поступили безалаберно И совершенно Не позаботились О том Куда мы приводим Своих детей И это Большая Грусть Трагедия И я не могу И не хочу Оставлять ее Потому что Если сегодня Мы ничего не изменим Если сегодня Мы с вами По-прежнему Будем заниматься Такой Бесхалатностью То Грош нам цена На хрена Мы все это строим На хрена Мы все делаем На хрена Мы развиваемся Если все это На таком низком уровне На этой неделе Не вышел Мой новый ролик Потому что Не потому что Мы его не успели Смонтировать Или не потому что Мы его не успели Снять Мы все сделали Только херово сделали И я приняла решение Его не выпускать И в четверг Мы остались без выпуска Хотя я обещала Это сделать И я не выпустила его Потому что Я не хочу Заниматься Халтурками Потому что Я хочу делать Хотя бы что-то По-настоящему Хотя бы что-то С полной ответственностью Потому что Нужно оценить И любить И себя И тех людей Для которых Ты что-то делаешь И нужно начинать Всегда с тебя И пусть это Самая малость Которую я могу сделать И пусть это кажется Какими-то нелепыми вещами Что за глупость Что за дурость Но если мы не научимся Делать что-то хорошо По-настоящему Если мы не научимся Ответственно относиться К тому Что мы делаем Чем мы занимаемся То вообще Зачем все это Мне очень хочется Под конец этого выпуска Пожелать вам подумать Пожелать вам подумать Над тем На что делать дальше Посмотреть на то Что вы делаете С какой-то такой Знаете Настоящей жизненной позиции И задать себе вопрос Ну а что останется После меня А в том Что я делаю Я реально могу быть лучше Я действительно ценный Или я шелуха Такой как все Давайте на этом Закончим этот выпуск Я надеюсь Он не будет для вас грустным Он просто настоящий Потому что Мне очень не хочется Вам врать И так все вокруг врут Я в этот раз не буду И я даже не буду Простить вас Не писать комментарии Не ставить лайки Делайте свой выбор Потому что вы взрослые люди И хотя бы сегодня Давайте сделаем его самостоятельно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому